Спонсор программы «Время новостей» Сочи – многопрофильная клиника «Зельцер Мед». Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь ваше здоровье. Новая клиника и опытные врачи, которые помогут сберечь врачи. Подвели итоги лета и рассказали о планах на зиму. Кто пренебрег правилами и как проходит подготовка. Станет дороже. Эксперты прогнозируют рост цен на такси уже с октября. С чем это связано и чего ожидать в ближайшие месяцы водителям? Сгорел как спичка. В Сириусе загорелся частный дом. Что стало причиной, если пострадавшие? Об этом расскажем в сводке ЧП. В Сочи обсудили обеспечение безопасности туристов зимой, а также подвели итоги этой работы летом. К слову, в так называемый высокий сезон курорт принял больше 4,5 миллионов человек. Весь летний сезон в Сочи работали специальные межведомственные комиссии. В них входили сотрудники мэрии и полиции. На контроле были все городские пляжи. Почти 160 отелей, 17 санаториев и детские лагеря. Глава Сочи Андрей Прошунин на совещании в городской администрации поручил также тщательно подготовиться и к зимнему туристическому сезону. Мы переходим сейчас в высокий сезон, я имею в виду зимний курортный сезон. И в части отработки антитеррора, в части тех мероприятий, которые у нас заключены в плане мероприятий, в план заданий, я так понимаю, то же самое. Обратите внимание, контрольное управление, посмотрите на все поручения, которые выдавалось раньше. Что на сегодняшний день выполнено, что нет. Совместно тогда отработайте с коллегами. Как было сказано, главным результатом работы за лето стало отсутствие серьезных происшествий. Если межведомственные комиссии находили какие-то недостатки, то, как правило, их быстро устраняли. Но были и те, кто предупреждениями пренебрег. На нерадивых собственников пляжей ательеров и предпринимателей составили 20 административных протоколов. Самые встречаемые нарушения – это недостаточная архивация системы видеонаблюдения менее 30 дней, отсутствие стендов и табло, в которых указываются пути эвакуации, а также телефоны оперативных наших служб. И не все предприниматели и собственники, арендаторы объектов актуализировали паспорта безопасности в соответствии с требованиями постановления правительства. И, как отметили в мэрии, все эти требования остаются актуальными и сейчас. Несмотря на то, что основной поток туристов вскоре традиционно направится в Красную Поляну, контроль за ситуацией в прибрежной зоне ослаблять не будут. На городских площадях будут проходить торжества и фестивали, а ближе к концу года и новогодние ярмарки, где тоже будет многолюдно. Сочи возглавил рейтинг самых популярных направлений для автотуризма. От общего числа всех бронирований 15% выпало именно на тех, кто выбрал путешествие на машине. В среднем туристы останавливались в Сочи на 4 ночи. Проживание обходилось в этом году примерно в 7,5 тысяч рублей за ночь. Почти 14% россиян в 2024 году отправились на машине в Санкт-Петербург и его окрестности. Проживание в этом регионе бронировали на 3 дня. А обходилось это в среднем 6400 рублей за ночь. В Крым и Ставропольский край съездили на машине в этом году примерно по 2% опрошенных. Стоимость проживания в этих регионах составила около 6,5 и 5,5 тысяч рублей в сутки соответственно, а поездка продлилась 3-4 дня. Как сообщалось ранее, интерес к автотуризму в России постепенно растет. За последний год примерно треть россиян отправилась в путешествие на автомобили. Более 80% из них провели в поездке около недели. Еще 50% туристов не больше 1-3 дней, 30% не больше 4-7 дней. Напомню, Краснодарский край стал одним из самых перспективных регионов для развития автотуризма в России. Кроме него в список вошли Северный Кавказ, Архангельская, Тверская и Иркутская области. Такси может стать еще дороже. В Сочи прогнозируют увеличение цен на 20%. С чем это связано на этот раз и чего ожидать в ближайшие месяцы водителям и пассажирам? Нововведения в сфере деятельности такси и предыдущие меры регулирования могут вызвать рост цены за проезд на 15-20% по сравнению с 2023 годом. Одним из факторов роста становится новый вид страхования, который защищает интересы пассажира. Он действует, если пассажир получил повреждение, либо пострадало его имущество. Новое правило вступило в силу 1 сентября 2024 года. После нововведения цены на проезд ожидаемо вырастут. По этой причине некоторая часть рынка уйдет в серую зону, поскольку не сможет выполнить новые требования, что неизбежно повлечет за собой дефицит кадров в белой зоне и рост цен. Вслед за этим последует увеличение ценника в серой зоне. У некоторых перевозчиков стоимость ОСАГО доходит до 90 тысяч рублей за одну машину. По словам экспертов, для того, чтобы отрасль динамично развивалась и выполняла те стандарты, которые требуют от нее законодательства, необходимо, чтобы бизнес был обеспечен всем необходимым. А это приемлемые цены на новые автомобили, страховки, доступный лизинг и субсидирование. В центре Сочи из-за марафона частично ограничат движение транспорта, где именно, в какие дни и какие дистанции будут доступны для забега. Соревнования «Сочи-марафон» пройдут на курорте 2 и 3 ноября. Всего для участников подготовлено 5 дистанций. Марафон, полумарафон, 10, 5 и 1 километр, а также детский забег. В связи с этим движение транспорта будет ограничено. С 6 утра 27 октября до 6 утра 4 ноября проезд автомобилей будет ограничен к площади возле Зимнего театра. Движение будет организовано от улиц Театральной до Черноморской, между зданием театра и сквером «Фитофантазия». Движение остановят и на участке от Зимнего театра до улицы Орджоникидзе. Также нельзя будет проехать по улице Орджоникидзе до пересечения с улицы Соколова. Ограничения введут с 14.00 до 17.00 2 ноября. С 4 утра до 13.00 3 ноября машины не смогут проехать по улицам, по которым будет проложен маршрут забега. В этот день состоятся старты на самых длинных дистанциях. С подробной схемой можно ознакомиться на сайте администрации. Поющий фонтан в Сириусе закроют 28 октября. В связи с чем и когда запланировано открытие? Во время профилактики специалисты промоют и настроят технику, очистят чашу от водорослей, проведут диагностику подсветки и пушек, а также проверят герметичность оборудования. Работы планируется завершить 31 октября. С 1 ноября фонтан на Медальной площади станет работать с 18 до 19.00. Каждый день для жителей и туристов будет организовано водно-световое шоу, где прозвучит русская музыка и венские вальсы, поп-хиты, саундтреки к кинофильмам, а также джаз и испанские мелодии. В Хостинском районе обнаружили бар, в котором продавали пивной напиток без документов, подтверждающих его легальность. В отношении 26-летнего владельца заведения полицейские составили административный протокол. Спиртного общим объемом 120 литров изъяли и поместили на склад. О других происшествиях расскажем в традиционной сводке ЧП. Частный дом сгорел в Сириусе. Пожар произошел на улице Староклубная. Огнем охватила площадь 70 квадратных метров. К тушению привлекли 17 человек личного состава и 4 единицы техники от МЧС России. Обошлось без жертв. Массовая авария произошла на Мамайском перевале. Две машины столкнулись на спуске, после чего остальные водители не успели среагировать и врезались в столкнувшиеся авто. Движение было затруднено в обе стороны. В Дагомысе водитель КамАЗа устроил настоящий фейерверк, зацепив кузовом провода. Результат – искры, дым и несколько улиц без света. Несмотря на это, работники продолжили трудиться. Около 1 миллиона рублей похитил приезжий у местного жителя во время совместного распития спиртного, приложив палец спящего к телефону. Мужчина перевел себе на счет 950 тысяч рублей. Его задержали, теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы. Что еще произошло на курорте, расскажем во второй части программы. В Сочи прошло заседание общественной палаты. Что стало темой встречи на этот раз? Старт высадкам Самшита Дан. Как чувствуют себя саженцы и какую территорию им отвели? В Сочи провели масштабные учения. Какую легенду выбрали на этот раз и почему? Далее блок рекламы. Он пройдет быстро. Оставайтесь с нами. Решение деликатных проблем интимной сферы в клинике Зельцер Мед. Уролог, проктолог и гинеколог всегда предложат наилучший вариант лечения с традиционным качеством, используя самые современные технологии. За здоровьем в Зельцер Мед. Грандиозное событие этой осени в Сочи. Открытие первого центра нейропсихологии. Для взрослых и детей «Импульс». Лучшие специалисты. Гарантированный результат. Психологическая помощь и поддержка всей семье. Теперь в центре Сочи на РОС-50А. Автальмоцентр Коновалова, Сочи. Весь спектр автальмологической помощи на мировом уровне. Диагностическое, хирургическое и детское отделения. Удаление катаракты по фиксированной цене. Лазерная коррекция зрения. Оперирует и консультирует профессор Коновалов. Московская, 22А. Профессиональная диагностика и лечение женских проблем. Клиника УРОПРО. Рекламное агентство «Макс Медиа». Делаем рекламу, которая работает. Комплексно. Выгодно. Профессионально. Рекламное агентство «Макс Медиа». Спонсор программы «Время новостей» Сочи – «Открытый институт». Приглашаем на обучение, а также по ускоренной программе с получением государственного диплома о высшем образовании. Поступление в любое время года. Свободный график обучения. Всего 5000 рублей в месяц. Наш сайт openvus.org На курорте прошло совместное заседание администрации города Сочи и общественной палаты. Со своими предложениями и докладами выступили представители администрации курорта, духовенства, образовательных организаций и общественных объединений. О чем говорили, собравшаяся узнала съемочная группа «Сочи-24». На повестке дня было два актуальных вопроса. Прежде всего, собравшиеся обсудили подготовку проектов высших и средних профессиональных образовательных организаций курорта. Посвящены они 80-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, которую страна отметит в будущем году. К апрелю уже запланирована подготовка цикла лекций, встречи с ветеранами, уборка памятников. Свои предложения о том, как правильно говорить со школьниками и студентами об исторических и культурных ценностях внесли руководители образовательных и общественных организаций, музеев города Сочи и представители духовенства. Подчеркнули и важность организации проведения выставок, основная идея которых – сохранение памяти о войне и ее героях. Администрации города уделяется большое внимание развитию патриотического воспитания среди детей и молодежи. Сегодня на курорте функционируют специальные центры, в которых молодому поколению прививают мужество и любовь к родине. Нашим учреждениям удалось выстроить взаимосвязь между воинскими частями формирования, а также всеми общественными военно-патриотическими организациями города, которые ведут свою работу с молодежью для того, чтобы могли те же воинские части формирования передавать опыт нашим студентам, а наши студенты посещали наши, скажем так, площадки для обучения по начальному военно-подготовке. Активно используется опыт старших поколений участников СВО. На работу принимают и молодых офицеров, которые прошли специальную военную операцию. Ведь никто лучше них не сможет рассказать молодежи о том, что происходит на передовой и как нужно защищать родину. На курорте сегодня активно занимаются привлечением молодого поколения к военно-патриотическому воспитанию. Это подтверждают и многочисленные мероприятия, которые регулярно проводятся в вузах и СУЗах. Первую тысячу самшитов высадили в лесах Сочи. Добровольцы могут присоединиться к зеленой акции. На этой неделе был дан старт посадкам колхидского самшита. Собравшись в Верхнесочинском участковом лесничестве, сотрудники нацпарка и волонтеры высадили в естественные места произрастания сеянцы краснокнижного растения. У нас уже четвертая посадка в нашем лесничестве. В том году мы высадили 500 корней, позапрошлом году 500 корней, позапрошлом году тоже высадили 500 корней. Это 8-10 тысяч корней высаживается. У нас 16 лесничеств и каждый минимум, если по 500, кому тысяча, это около 10 тысяч корней высаживает. В соответствии с утвержденными Минприродой России дорожной картой и рабочей программой восстановления самшита, каждый год до 2030 года в дикую природу будут высаживать по 5 тысяч саженцев. После чего ведется мониторинг и уход за ними, прополка, рыхление, обработка от самшитовой огневки и грибковых заболеваний. Анонсы посадок с добровольческим участием публикуются в официальных группах Сочинского национального парка в WhatsApp и Telegram. Участие может принять каждый желающий. Вой сирены и клубы дыма все оперативные службы города собрались вместе, чтобы провести команд на штабные учения. Прошли они на территории Сочинского хлебокомбината. По сценарию, в результате атаки беспилотного летательного аппарата произошел взрыв. Необходимо было срочно устранить возгорание и спасти людей. О том, как с задачей справились оперативные службы, узнала съемочная группа Сочи-24. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации приняли участие представители администрации города, пожарные, спасатели УВД, Росгвардия, медики и другие специалисты. Тема учений была связана с ликвидацией техногенной аварии на объекте. В случае чрезвычайной ситуации очень важны именно сплоченные действия всех оперативных служб. Функционировать они должны как единый механизм, поскольку от этого зависят здоровье и жизнь людей. По замыслу произошло возгорание и задымление помещения. Первыми действовать начали внештатные аварийно-спасательные формирования. Сотрудников эвакуировали, затем к работе подключились пожарные. Пострадавших вывели из здания. Также для эвакуации человека была впервые использована специальная лестница. На улице уже дежурила бригада скорой, сотрудники которой, как и в первом случае, оказали пострадавшему помощь. Важную роль сыграли и сотрудники жилищно-коммунальных служб. По легенде, произошло разрушение различных коммуникаций. Итог командно-штабного учения подвел заместитель начальника отдела гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Игорь Шержуков. Все силы и средства действовали уверенно. Ликвидация последствий была завершена в срок. Люди спасены. Цель учения – это прежде всего слаживание действий муниципального звена РСЧС, спасателей, системы ЖКХ, скорой помощи, Росгвардии, полиции и так далее. А также дать практику организациям, которых мы проводим учения, самостоятельно действовать при возникновении различных нештатных ситуаций. Добавлю, что в учениях было задействовано 18 единиц техники и более 100 человек личного состава. По сообщению синоптиков, с вечера 25 и до утра 26 октября на территории города и федеральной территории Сириус прогнозируется местами сильный дождь и гроза. Все службы курорта будут работать в усиленном режиме. Жителям и гостям Сочи рекомендовано воздержаться от отдыха воды, не оставлять автомобили под деревьями и рекламными щитами. В случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112. И на этом у меня все. С вами была Ксения Синявская. Актуальные новости вы найдете в телеграм-канале Сочи 24 ТВ и ВКонтакте. Связаться с нами можно через месседжер WhatsApp. Номер на ваших экранах. Далее смотрите мировые новости, прогноз погоды и киноафишу. На Филиппины обрушился тропический шторм Трами, который здесь называют Кристина. Сообщается по меньшей мере о 26 погибших. Более 150 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Такие данные приводят филиппинские власти. Стихия обрушилась на северо-восточное побережье страны в четверг. Сильный проливной дождь вызвал масштабное наводнение и оползни на главном острове Лусон. Это провинция Батангас. Здесь разбирают завалы на месте схода оползня. «Я был в панике. Я искал своего ребёнка. Он пропал. Я приехал сюда и увидел, что все дома погребены под грязью. Ещё двое жителей искали свою семью под грязью. Как видите, хлынул не только поток воды, но также грязь и огромные валуны, которые мешают нашим спасательным операциям». Как сообщают метеорологи, шторм двигался на запад через гористый северный регион Кордильеры к Южно-Китайскому морю. При этом максимальная скорость ветра достигала 95 километров в час. В ряде районов вода доходила до крыш бунгало. Десятки тысяч эвакуированных разместили в специальных центрах, большинство из них в Беколе. На Филиппинах обычно регистрируют в среднем 20 тропических штормов в год. Они часто приносят сильные дожди, ветры и смертоносные оползни. Израильские военные заявили, что уничтожили тоннель элитных сил Хезбалы подразделения Радван. В заявлении военных говорится, что тоннель обнаружили внутри жилого дома на юге Ливана. На кадрах видна его внутренняя часть с хранящимися там боеприпасами. Также военные показали видео уничтожения подземного сооружения. Израиль начал наземное наступление и активизировал обстрелы Ливана с целью вернуть домой десятки тысяч израилетян, эвакуированных с севера Израиля. Они покинули свои дома из-за интенсивных ракетных обстрелов со стороны Хезбалы, которые начались год назад. За последний месяц Израиль нанёс удары по южному Ливану, пригородам Бейрута и долине Бекаа. Он также направил наземные войска в районы вблизи границы. Как говорит начальник генерального штаба армии Херцех Олеви, эта военная операция может вскоре завершиться. «На севере есть вероятность, что всё резко закончится. Мы полностью разрушили высшую цепочку командования Хезбалы». Ливан утверждает, что в результате боевых действий погибло более 2500 человек, а более миллиона покинули свои дома внутри страны, в результате чего возник гуманитарный кризис. Более 150 рахинжа, включая 20 детей, высадились на индонезийском острове Суматра. Мигранты прибыли на лодки из Мьянмы. Это уже вторая лодка с рахинжа за последнюю неделю. Всех мигрантов пока разместили на территории администрации района Пантай-Лабу в округе Дели-Серданг. Остаться на улице или на пляже им не позволили, поскольку местные жители недовольны их прибытием. Правительство округа Дели-Серданг, УВКБ ООН и иммиграционная служба немедленно приступят к поиску временного убежища. По данным УВКБ ООН, в прошлом году в Индонезию прибыло более 2300 рахинжа. Это больше, чем за предыдущие четыре года вместе взятых. Рахинжа продолжает бежать из Мьянмы из-за давнего межэтнического конфликта. Он начался ещё в 1942 году, когда мусульмане рахинжа убили примерно 50 тысяч буддистов в мьянманском штате Ракхайн. В ответ мьянманцы также убили многих рахинжа и более 40 тысяч выгнали на территорию современного Бангладеша. Конфликт снова обострился 12 лет назад во время межэтнических столкновений. А в 2016 году боевики из повстанческой группировки «Армия спасения рахинжа Аракана» атаковали погранпосты мьянманской армии. После этого началась военная операция против сепаратистов в Ракхайне. В итоге десятки тысяч рахинжа бежали в соседний Бангладеш, а также в Пакистан, Малайзию, Индонезию и Таиланд. Мусор, который разбросала в районе президентского комплекса Южной Кореи, сброшен с северокорейских воздушных шаров. Об этом говорится в заявлении Службы безопасности президента. По её данным, упавшие предметы не представляют никакой угрозы безопасности или заражения. При этом на улицах Сеула обнаружили северокорейские пропагандистские листовки. Их, по-видимому, также принесли шары. И это первый случай прямой отправки подобных материалов со стороны КНДР. Некоторые из них содержали личные нападки на президента Юн Сок Ёля и первую лидию. С конца мая Северная Корея отправила тысячи воздушных шаров, часто с мусором, в различные регионы южного соседа. Пхеньян заявляет, что это ответ на пропагандистские листовки, которые южнокорейские активисты регулярно отправляют на север, разоблачая режим Ким Чен Ына. В последние дни напряжённость на корейском полуострове резко возрастала. Пхеньян обвинил южнокорейских военных в отправке беспилотников в столицу, что стало нарушением суверенитета КНДР. Южная Корея инциденты с беспилотниками никак не прокомментировала. Между тем Сеул и Вашингтон завершили трёхдневные военные учения, которые начались в понедельник. В частности, в ходе них отрабатывали доставку военных грузов с самолётов. Также был задействован американский тяжёлый военно-транспортный вертолёт Boeing CH-47 «Ченук». В иракском Масуле, несмотря на изобилие современных строительных материалов, продолжают использовать традиционную штукатурку. Её делают из обычного гипса, которого здесь достаточно много. Производственный процесс начинается с добычи. Гипс из карьера доставляют на специальную площадку. Здесь работники кувалтой измельчают большие куски. Затем куски поменьше в тазиках несут к дробильной машине. «От 30 до 40 рабочих переносят камни и помещают их в измельчитель. Так мы получаем гипсовый порошок». Владельцы не могут механизировать производство, поскольку гипс в Ираке стоит очень дёшево – 45 долларов за тонну. Так что почти всю тяжёлую работу выполняют люди. «Если мы купим оборудование, то расходы на производство не окупятся, поскольку цена на гипс очень низкая». На следующем этапе гипсовый порошок прокаливают в течение получаса, а после остывания раскладывают по мешкам. Гипс готов к продаже. Его часто покупают местные жители. Исторический центр Масула сильно пострадал, когда в 2014 году город захватили боевики исламского государства, запрещенной в России и других странах террористической организации. В результате были разрушены сотни домов и общественных зданий, включая аэропорт, главный железнодорожный вокзал и университет. Зейн Аль-Джалили восстанавливает свой дом, построенный 350 лет назад. «Чтобы сохранить культурное наследие и свои дома, мы стараемся восстанавливать их, используя те же технологии, которые применялись при их строительстве. В Масуле строили из камня, который потом штукатурили гипсом». Мужчина говорит, что толстые стены из камня, покрытые гипсовой штукатуркой, защищают от жары и холода лучше, чем бетонные. Плюсы гипсовой штукатурки ещё и в том, что она экологична, не вызывает аллергии и долго служит. «Этот редкий машинописный черновик маленького принца специалисты называют литературным сокровищем. Скоро его выставят на продажу за 1 миллион 250 тысяч долларов». Антуан де Сент-Экзюпери напечатал этот текст в Нью-Йорке, куда переехал после того, как нацисты оккупировали Францию. «Страницы скреплены и убраны в чёрный переплёт». Ценность экземпляра в том, что здесь есть рукописные исправления автора. Эксперты говорят, что в этом черновике Экзюпери впервые начал формулировать знаменитую фразу «Зорко одно лишь в сердце, самого главного глазами не увидишь». Помимо рукописных исправлений, в черновике есть два карандашных наброска. На одном из них изображён маленький принц, возвращающийся домой. Особенно приятно то, что автор сделал такие эскизы. Сент-Экзюпери постоянно рисовал и перерезал персонажа книги, отражая свои фантазии. «Этот черновик – один из трёх подобных известных текстов. Два других хранятся в центре Гарри Рэнса в Техасе и в Национальной библиотеке Франции. Машинописный текст продаёт лондонский магазин редких книг «Питер Харрингтон». Это, безусловно, самый интересный и значительный экземпляр. И для любого поклонника Экзюпери и «Маленького принца» это самый значительный документ, который когда-либо был доступен для покупки». «Маленький принц» – это повесть-сказка о мальчике, который путешествует по разным планетам, обретая мудрость. Иллюстрации к ней сделал сам автор. Книгу опубликовали в разгар Второй мировой войны, когда Экзюпери сражался с нацистами в составе французских ВВС. Она стала самой переводимой и самой продаваемой книгой в мире. Машинописный черновик выставят на продажу на художественной ярмарке в Абу-Даби, которая пройдёт с 20 по 24 ноября. К нему прилагается чек за форму французских ВВС. Её Экзюпери заказал перед тем, как вернуться на войну. СПОНСОР ПРОГНОЗА ПОГОДЫ СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ «ГЕМОТЕСТ». ГОТОВЫ ЛОПНУТЬ ОТ ЗЛОСТИ? В ГЕМОТЕСТ ПРОВЕРКА ВИТАМИНОВ Д, В9, В12 и гормона ТТГ по суперцене. ГОТОВЫ ЛАБОРАТОРИЙ «ГЕМОТЕ» ГОТОВЫ ЛАБОРАТОРИЙ «ГЕМОТЕСТ» ГОТОВЫ ЛАБОРАТОРИЙ «ГЕМОТЕ» Телеканал «Сочи-24» приглашает кинолюбителей к просмотру художественного фильма «С первого взгляда». Привет, я Верджил. Привет. Раздевайтесь и забирайтесь на стол. Через минуту я займусь вами. Ещё ребёнком. Верджил ослеп и потом вынужден был жить в мире, который он даже не знал, как выглядит. Что такое цвет, пейзаж, как выглядит любимая девушка. И тут случилось чудо. Хирург делает невозможное и возвращает Верджилу, уже молодому человеку, зрение. И ему предстоит увидеть мир своими глазами. Что из этого выйдет, зрители увидят, посмотрев художественный фильм «С первого взгляда». На телеканале «Сочи-24» в субботу, 26 октября в 21.00. Приятного просмотра. Субтитры подогнал «Симон»